Дорогие друзья, меня зовут Ирина Чичкина, я экскурсовод из Москвы, но сегодня я хочу вам рассказать о достопримечательности города Ногинска. Мы с вами находимся в парке этого города на берегу Черноголовского пруда, и мы имеем уникальную возможность видеть процесс возрождения дома руководителя фабрики Арсения Ивановича Морозова, представителя знатной династии Морозовых. С 1847 года представители рода Морозовых создала здесь в окрестностях Богородска уникальную фабрику, на которой к Октябрьской революции работало около 10 тысяч рабочих. Здесь были ткацкие, предельные, красильные фабрики, здесь была электростанция на торфе, которая снабжала электричеством поселок, здесь было училище для детей рабочих и родильный приют для них же. Этот дом был построен в 1907-1908 годах по проекту выдающегося архитектора Александра Васильевича Кузнецова, создавшего шедевры промышленной и гражданской архитектуры в Ногинске, в Москве и в других городах России. В одной из комнат этого прекрасного дома, выходящего огромными окнами на Черноголовский пруд, сохранился замечательный камин, облицованный плиткой теплых охристых тонов. Это подлинный камин дома Арсенья Ивановича Морозова. Комнатой эта служила, очевидно, столовой, гостиной. В деревянной части дома сохранились подлинные полотна дверей, на окнах сохранились скобяные изделия с клеймами в Иксунских заводах Баташовых. Изюминкой этой части дома является естественное дневное освещение. В крышу сделаны специальные толстые стекла, которые давали возможность освещать без дополнительных источников внутренние покои. В сентябре 2017 года, к 170-летию Богородско-Глуховской мануфактуры, предполагается завершить восстановление дома Арсения Ивановича Морозова. Он прожил долгую жизнь, 82 года. После революции этот дом был реквизирован, здесь разместился детский сад, а потом дом народного творчества. Но пришло время собирать камни, и в этом доме опять будут говорить о Морозовых, о их вкладе в историю и культуру России.